Фестиваль творчества, молодости и креатива. Творческая площадка успеха, самовыражения и созидания, воплощения сменных замыслов и идей. За 13 лет своего существования Республиканский фестиваль художественного творчества учащейся студенческой молодежи арт-вокации получил много положительных характеристик. Участие в нем приняли более 10 тысяч студентов. В этом году свои таланты и творческие идеи демонстрируют представители 53 вузов Беларуси. А 13 апреля в Гродно второй областной этап конкурса собрал студентов Аграрного, Медицинского университетов и Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Самое замечательное время – весна. И каждую весну Министерство образования объявляет творческие каникулы для всех студентов. И этим творческим каникулам есть имя – арт-вокации. Творческий марафон в этом году начат в Могилевской области. Далее он прошел в Гомеле. Вчера и позавчера – Брестская область. И вот сегодня солнце арт-вокаций заменило дождь именно в городе Гродно. Девиз арт-вокаций этого года – новый формат творчества в новых возможностях времени. Он поддерживался не только участниками в постановке их творческих номеров. Много нового было и в организации фестиваля. Так, главный акцент сделан не на выступления отдельных университетов, а на организацию тематических творческих межвузовских площадок. Первыми гостей встречали в Гродненском медицинском университете на творческой площадке под названием «2016 год – Год культуры» студенты трех вузов демонстрировали свои таланты в инструментальном, хореографическом, вокальном и театральном мастерстве. Народные мотивы сменили современные танцевальные ритмы. Красочное шоу продолжилось на творческой площадке Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, которая называлась «Все может молодость». Но организация межвузовских площадок – это далеко не единственное новшество арт-вокаций 2016. В этом году в конкурсе фестиваля арт-вокаций «Большие изменения». Впервые в рамках этого конкурса проходит конкурс «Про-вокации». Это демонстрация студенческих коллективов, руководителями которых являются сами студенты. Так как наш университет очень близок к этой теме, у нас очень много студенческих коллективов, которыми руководят сами студенты, то мы с удовольствием примем участие и в этой части фестиваля. Танцевальный коллектив «Лайк» факультета математики и информатики Купаловского вуза – яркий пример студенческого коллектива. Идея, постановка, костюмы – все сделано силами самих ребят. Вдохновившись новым фильмом «Звездные войны», они решили создать одноименный танцевальный номер. Сегодня мы первый раз принимаем участие в таком фестивале. И, насколько мне известно, это первый год, когда выступают творческие коллективы, которыми руководят сами студенты. В танцевальной номинации 10 коллективов, так что конкуренция, да, сильная. И очень, в принципе, это радует, что в нашем городе столько танцоров. Идея провокации получила очень широкий отклик со стороны студентов. Кстати, родилась она два года назад на Гродненской земле. Два года тому назад именно студенты и руководители творческих объединений Гродненских университетов в такой рабочей встрече сказали, что хочется какого-то прорыва, какой-то творческой энергии, чего-то абсолютно нового. Того, что могут сказать, того, что могут представить именно студенты, безврослых. И тогда родилась идея. А почему бы не инсайд-проект? Гродненский государственный университет имени Янки Купалы участвует в фестивале с самого начала его основания. Ежегодно наши творческие коллективы занимают призовые места и получают гран-при. И с каждым годом количество талантливых, неординарных и креативных, желающих во весь голос заявить о себе, только растет. В этом году на двух творческих межвузовских площадках принимают участие 12 творческих коллективов нашего университета. Это как такие коллективы, которые уже являются неоднократными победителями этих этапов, такие как вокальный ансамбль «Мадригал» факультета искусств и дизайна, вокальный ансамбль «Камертон» под руководством художественного руководителя Левиной Раис Леонидовны. Но и в провокациях участвуют новые молодые коллективы. Главный приз фестиваля «Хрустальный флайер» найдет своего обладателя на заключительном этапе гала-концерте, который пройдет в Минске во Дворце Республики в мае нынешнего года. Продолжение следует...